Здравствуйте! Сегодня поговорим о трекинге. Что такое трекинг и для чего он нужен? Трекинг – это отслеживание позиции неких элементов в сцене. То есть, если некий элемент в сцене передвигается, либо камера передвигается, и нам нужно вставить в сцену что-нибудь, что должно двигаться точно так же, как выбранный элемент, то нам нужно отследить передвижение того элемента. Для этого и существует трекинг. Для примера подгрузим небольшое видео. В настройках проекта установим частоту 25 кадров. Это у нас пал. И скажем, 50 кадров будет достаточно. Закрываем. Это простенькая анимация доски, которая висит на стене. Как видим, камера слегка перемещается. Что если нам, допустим, нужно поместить на доску некое изображение или слова? Ну, конечно, как вариант, проанимировать при помощи ноды Transform. Но даже в этом случае это довольно кропотливая работа, поскольку иногда смещение на 1-2 пикселя становится заметным. А если кадр посложнее и движение камеры похуже, то процедура довольно-таки сложная. Поэтому здесь нам на помощь приходит трекинг. В данной программе он осуществляется при помощи ноды Tracker. По умолчанию мы видим, во вьювере появился некий элемент. Это трекер, точнее тот инструмент, который будет отслеживать движение. Называется он Track1. Всего их можно задействовать до 4 штук, как мы видим с панели Properties. Для начала подойдет E1. Итак, что мы будем цеплять на доску? Для примера создадим нит и текст. В текст программе создается новый текст, оригинальный. Введем, скажем, TestTracking. И при помощи ноды Merge объединим с нашим изображением. Нода Tracker может использоваться отдельно от основного проекта. То есть связь ее вставить не обязательно, поскольку мы будем использовать только информацию с этой нодой. вставить вставить вставку. Теперь наша задача перевязать этот текст к доске. При помощи Tracker 1 мы выбираем место для трекинга. Место выбирается по нескольким критериям. Если есть маркеры, как в данном случае, то это хорошо. Это довольно удобный способ для качественного трекинга. Если же маркера нету, то нужно выбирать какой-то угол, то есть такое место, которое не будет изменяться на протяжении всего видео. И будет контрастно отличаться от остального фона. Маркер трекера включает в себя зону трекера, то есть внутренний квадратик, который мы выбираем, что мы хотим отречить. И внешнюю зону, второй прямоугольник. Это та зона, в которой программа будет искать объект трекинга. Размеры данных прямоугольников мы можем изменять в зависимости от того, насколько большой объект для трекинга. Когда с объектом для трекинга мы определились и навели маркер, нужно попросту запустить процедуру расчета. Для этого в панели настроек имеется целый ряд кнопок. Первые кнопки справа и слева запускают просчет трекинга по выбранному диапазону кадров. В данном случае мы выбрали только 50 кадров из всей анимации. Далее идет трекинг по всему диапазону анимации, не только по выбранному диапазону кадров. И просчет трекинга по кадрову. Используется в тех случаях, когда движение камеры или объекта очень резкое и объект трекинга размытый. Поэтому нужна ручная корректировка. Итак, запускаем просчет. Желательно при начале просчета установить бегунок на том линии на первый кадр, дабы не забыть охватить просчетом весь диапазон кадров. Но в случае, если вы начали просчет, скажем, с сорокового кадра, то для коррекции все, что нужно сделать, это просчитать вперед, потом установив курсор вновь на сороковый кадр, просчитать обратную сторону. Элемент управления, как видите, позволяет это делать в обоих направлениях. Запускаем просчет. От 0 до 50. Нажимаем ОК. Вот, в принципе, и все. Как мы видим, при проигрывании трекер точности следит за выбранной нами точкой. Уже используя эту информацию, мы можем, условно говоря, привязать что-то к доске. Каким образом мы можем использовать информацию трекера для перемещения текста? Все, что мы имеем на данный момент, это координаты трекера по X и Y. Для того, чтобы получить нужные нам данные, воспользуемся следующими укладками. Укладкой Settings нам нужно выбрать в строке Warp Type. Что мы хотим использовать? Перемещение. Перемещение с вращением, с масштабом. И перемещение с масштабом и вращением одновременно. Пока мы используем только перемещение, поскольку у нас используется только один трекер. С остальными чуточку позже разберемся. Далее идут настройки трекинга, такие как количество повторений перед остановкой и качество просчитывания. В редких случаях приходится исправлять что-нибудь в этих параметрах, поэтому оставим их в покое. Пока нас интересует закладка Transform. Именно там находятся интересующие нас данные. Как видим, большинство параметров нам уже знакомы. Для начала рассмотрим меню Transform. В нем есть четыре варианта. Это Stabilize. На основе информации с трекером мы можем стабилизировать изображение. Match Move. Генерирование данных для передачи к другому объекту. Remove Jira. Убирает тряску. Заставляет трекеры двигаться более гладко. Add Jira. Создает тряску для выбранного изображения или для передачи к другому изображению. Пока нас интересует Match Move. Ниже размещены параметры по перемещению для того, чтобы передать их другому объекту. В данном случае тексту. Для того, чтобы перемещать текст, добавим ноду Transform. И передадим все данные из трекера в честь. Вспоминаем, что мы изучали в уроке о привязке параметра. Переносим значение. Не забываем зажимать кнопку Ctrl. Теперь текст перемещается в точности, так же как маркер. Однако доска, а точнее камера вращается. Поэтому нам нужно так же просчитать наклон объекта. Возвратимся к нашему трекеру. Возле каждого трекера в панели настроек есть три галочки с аббревиатурой T, R и S. Как вы уже наверное догадались, это Translate, Rotate и Scale. То есть перемещение, поворот и масштаб. По умолчанию установлена только одна галочка возле параметра Translate, поскольку перемещение объекта можно отследить и одним трекером. А вот для отслеживания вращения или изменения масштаба нужно как минимум два трекера. Программа использует данные из двух трекеров и видит как они перемещаются относительно самих себя. И на основе этих данных просчитывает поворот и масштаб. Поэтому нам нужно добавить еще один трекер. Для этого установим галочку напротив Tracker 2. При этом появился еще один трекер во вьюгере, который мы наведем на второй маркер. Для примера, как маркер, мы будем использовать вот этот вот элемент. Для более точного просчета вращения, чем дальше друг от друга будут находиться маркеры, тем точнее будет просчитываться угол. Прежде чем начать просчет второго маркера, уберем галочку с первого. Если этого не сделать, то просчет будет вестись как по первому, так и по второму маркеру. А поскольку первый мы уже просчитали, то можем его отключить. Не переживайте, информация в нем останется. Так, второй маркер. Включаем просчет. Видим, довольно неплохо перевязалось. Для того, чтобы ноду учитывал угол поворота и масштаб, установим соответствующие галочки. Rotation, Scale, Translate. Далее, снова переходим на вкладку Sirens. Теперь вместо Translate, выбираем Translate, Rotate, Scale. Все включено. То есть, теперь будет учитываться как угол наклона, так и увеличение и уменьшение масштаба. Соответственно, в вкладке Transform у нас появились анимированные параметры Rotate и Scale. Перенесем их в соответствующие параметры ноды Transform. Как результат, теперь текст перемещается в точности так же, как перемещается доска. Вот таким образом, используя два или более маркера, мы можем полностью привязать один объект к другому. Вернемся на вкладку Transform. Рассмотрим, что делает функция Stabilize. Выбрав ее и подключив ноду Tracker к нашему viewer, мы увидим, что нода использовала информацию с трекером для стабилизации изображения. Теперь доска стоит на одном месте, вместо этого нода поворачивает саму картинку. Таким образом, мы можем стабилизировать изображение. Это используется в основном, когда съемка идет не из штатива, когда есть какие-то небольшие сдвиги, дрожания и так далее. Конечно, при этом появляются темные места по краям, поскольку картинка перемещается. Но от этого можно избавиться хотя бы при помощи элементарного увеличения изображения. Вот мы и научились тречить изображение и привязывать к нему объекты. Но основным условием данной сцены является то, что объект для трекинга должен находиться перпендикулярно камере, поскольку мы налаживаем плоский объект на плоскую 2D картинку. Если же объект находится под углом камеры, то данный метод здесь не поможет. Для примера создадим новую сцену. Продолжение следует... Продолжение следует...